добрый день сегодня мы рассмотрим монеты чехословакии это монеты номинала 100 и 50 крон 1949 года с изображением сталина почему на купюрах и монетах ссср не было сталина портреты ленина на советских деньгах привыкли многие 30 лет на купюрах и от 10 до 100 рублей был изображен вождь мирового пролетариата портреты ленина были не на монетах купюр и монет портретом сталина не выходила как же так получилось иосиф виссарионович сталин настоящая фамилия джугошевили родился город городе тифрическая губерния российская империя 1879 году это может советский российский революционер советский политический государственный военный и партийные деятели деятель международного коммунистического и рабочего движения теоретик и прога пропагандист марксизма ленинизма фактически руководитель советского союза социалистических республик середина середины двадцатых годов до своей смерти 1953 году сталин руководил советским государством с 1924 по 1953 год за это время несколько раз обновлялись бумажные деньги и была проведена денежная реформа в 1947 году но портрет сталина так и не появился на советских рублях по некоторым источникам и сталин не хотел чтобы его изображали на монетах и банкнотах и даже был проект юблейных монет своего портрета который он отверг после смерти в 1953 году началась борьба с культом личность и после доклада в 56 хрущева о культе личности его последствия невозможно было допустить даже мысли о появлении генерализма на деньгах на волне дисталинизации переименовываются города и объекты например город стал вагоградом после развала ссср в россии также не выпускались монеты и банкнот со сталина несмотря на то что союзе так и не было выпущены монеты купюр со сталина их выпустили в стране из социалистического лагеря монеты со сталина были выпущены чехословакии в 1949 году это был единственный официальный выпуск монет вышедших в оборот вышло две серебряные монеты номиналом 50 100 крон с тиражом один миллион экземпляров приуроченные 70-летию со дня рождения стали все остальные выпускавшиеся монеты со сталина являются фантазийными либо сувенирными так как чеканились на частных монетных дворах также выпускалась несколько инвестиционных монет например серебряная унцевая монета 2012 года и оси стали гонконгского мега power групп с тиражом 2000 экземпляров или гибралтарские серебряные 5 фунтов 2005 года посвященных елтинской конференции вторая половина тысяча 1949 года близилась 21 декабря день семидесятилетия сталина не трудно представить что с приближением юбилея лица находившиеся в верхних ступенях власти ломали головы над тем какие еще отличия придумать чтобы в очередной раз восславить вождя народов задача была не из простых официальное возвеличивание послевоенные годы достигла немыслимых высот и сказать новое слово открыть новую страницу в многословном хоре восхвалений было очень непросто тому же генералиссимус прохладно воспринимал предложение которые могли не только возвысить сколько разденчать легенду о его скромности в личной жизни поэтому он отклонил идею ордене сталина и медали возыменование семидесятилетия стаи вместе с тем предложение учреждить международную сталинскую премию за укрепление мира между народами наградить лауреатов премии медалью своим изображением поддержал и соответствует как указ президенту верховного совета ссср сорок седьмого года был подписан в пятьдесят шестом году премии переименовали в ленинскую а вот проект поместить портрет сталина на банковских билетах и отчеканить его профиль на монетах на самых доступных и распространенных среди населения средствах несмотря на серьезную финансовую привлекательность не прошел причина очевидна в том что еще в 1938 году на купюрах в 1 3 5 и 10 червонцев был помещен портрет ленина его же произвели на билетах газбанка достоинства 10 25 50 100 рублей 1947 год что же касается монет то здесь припона состояла в том что юбилейные памятные монеты в сср вообще не выпускались первая юбилейная монета была очканена лишь в 1965 году и поэтому не было металлических денег посвященных велико октябрьской социалистической революции победе великой отечественной войне с изображением классиков марксизма ленинизма по названной выше причине сталин проект отклонил в то же время в соседней чехословакии после мирного разрешения феврале 47 года политического кризиса государственная власть лишь перешла коммунистом и президентом страны в июне 1948 года был избран председатель коммунистической партии чехословакии климент годвайт здесь традиции медальерного дела сохранились и вскоре после окончания второй мировой войны выпуск юбилейных памятных монет возобновился к тому же в этот период развел талант и медальерном искусстве выдающегося чесского художника атакара шпаниэль автора ряда монет мирового класса на двух из них достоинство 50 то есть серебро 500 и пробы 10 грамм диаметр 28 и 100 крон также серебро 500 и пробы масса 14 грамм диаметр 31 миллиметр который мы видим с вами изображен стали маршальском мундире 1947 года 3 монета атакара шпаниэль она посвящена 30-летию коммунистической партии чехословакии с портретом готвальта это также 49 год 100 крон серебро 500 и пробы хотя в этих монетах отражены политические сюжеты они явно выходят за рамки казенного заказа художественным достоинством эти являются и теперь образцами медальерного искусства наглядным пособием начинающих художников сталинские монеты чехословакии были очеканены по миллионному тиражу каждой и до держнижные реформы 1953 года являлись платежным средством однако в обращении они попадали не часто так как многие считали нужным сохранить домашних шкатулках в качестве свидетелей истории повторю что такие монеты ценятся как работы все-таки выдающиеся чешского мастера и как экспонаты обогащающие коллекции о событиях и личностях минувшего века вот такие две монеты мы сегодня с вами рассмотрели это 50 100 крон 1949 года с изображением сталина за класс репост огромное спасибо оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал до скорых встреч до свидания